Независимый портал «Сердитый гражданин» объявил о сборе жалоб на недобросовестных работодателей, тех, кто стремится избавиться от сотрудницы в декрете, некорректно рассчитывают или не платят пособия. Если выплаты задерживают на срок более чем два месяца, руководитель компании может быть привлечен к уголовной ответственности. Так написано на портале «Сердитый гражданин». Здравствуйте! В эфире программа «Абсурды» в студии Александр Вейкер. У нас в студии юрист и руководитель интернет-портала «Сердитый гражданин» Александр Борисов. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! А также вы сейчас слышите, у нас и другие гости присутствуют. Мария Костина. Здравствуйте, Мария! Добрый день! И Светлана Ященко. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Светлана даже пришла с малышкой. Как зовут? Софья. Софья. Вот. Здравствуйте, дамы! Здравствуйте, Александр! Но насколько масштабна сама проблема с невыплатой декретных пособий? Александр, давайте вы начнете. Да вы знаете, на самом деле проблема масштабна. Мы взяли статистику, государственную статистику, и оказывается, что у нас фактически каждое пятое обращение, которое по трудовым правам, защита трудовых прав, идет именно в защиту трудовых прав мам молодых. То есть это пособия, пенсии, прошу прощения, пособия, выплаты родовых пособий и так далее. Проблема большая. Проблема большая, особенно с учетом, ну, наверное, нашего правового нигилизма в нашей стране. То есть я, насколько понимаю, сейчас размер декретных, кстати, какой? Размер декретных, он выплачивается, значит, есть там 140 дней, да, там до момента родов и после момента родов, которые выплачиваются в размере 100% от заработной платы. И в последующем до полутора лет оплачивается сумма в размере не более 40% от средней заработной платы. То есть мы не говорим ни об окладе, ни о мроте, а говорим о средней заработной плате сотрудников. Вот тогда хотелось бы понять историю, почему все-таки не выплачиваются, да, в чем причина? Давайте мы сначала выслушаем наших дам. Мария, в чем ваша история? Почему? С чем вы столкнулись? Добрый день. Дело в том, что я работала в компании, работаю, я думаю, в компании Vantage Life. В эту компанию я вышла из одного декретного отпуска. У меня родился первый ребенок, у меня был год ребенка, у меня поступило хорошее предложение по работе. Я вышла на эту работу. Дальше там начались проблемы с выплатой зарплат, и я вернулась, обратилась к юристу по трудовому праву и написала заявление на возвращение в свой первый декретный отпуск по уходу до трех лет. К своему старому работодателю? Нет, нет, нет. К новому, да. Для меня даже было, как к маме, я не знала хорошо кодекс Российской Федерации о том, что я имею право, даже если я вышла на новую работу до трех лет, в любой момент уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, и что меня не имеют права уволить. Дальше началось следующее. Очень долго мне отдавали мою зарплату, но зарплата у меня вся белая, и примерно где-то полугода была задержка, но мне выплатили. Далее я через полтора года забеременела вторым ребенком, заранее написала письмо всему руководству, ожидая проблемы в этой компании с невыплатами, о том, что, друзья, приготовьтесь к тому, что нужно будет за вот эти 140 дней рассчитать больничный лист. За два месяца я составила это письмо, корректно и отправила всему руководству компании и бухгалтери, чтобы они собрали денежки. Далее я попала в переходный период закона, когда можно было два года считать соседними в последней компании. Вот менялся вот этот закон, как рассчитывать вот эти 140 дней. И в этот год я имела право, это был 2011 год, по закону выбирать, как маме удобнее. Мне повезло, потому что ребенок родился 23 декабря, мне просто повезло. И я заранее об этом сказала своему бухгалтеру, о том, что, уважаемый бухгалтер, просчитай мне, и перед тем, как будешь отправлять эту сумму, отправь мне эту сумму, расчет. Далее я звоню бухгалтеру, говорю, ну вы со мной не связываетесь. Она говорит, ты знаешь, я уже все отправила, такая-то сумма. А сумма была на 45 тысяч меньше. Я ей звоню и говорю, а почему так? Она говорит, вот так мне сказала ФСС номер 6. Я говорю, да, вы мне официально это заявляете? Она говорит, да. Но бумагу вы не попросили? Нет, по e-mail я попросила расчет. Я уже с этой компанией, так как уже все знаю, я заранее уже... То есть документацию вы ввели исправно? Вообще, да. У меня все прямо на сердитом гражданине. У меня написано такое полотно, наверное, на странице 3, а 4. Как у меня все развивалось. Далее я попросила своего бухгалтера этой компании сказать, официально ли ты заявляешь, что я тебе так ответил? Она говорит, да. Но за неделю до родов, по-моему, 17 декабря, я на Пушкинскую зашла в ФСС официально, в их юридический отдел, рассказала свою историю, написала заявление. Я всю жизнь прописана в Москве и знаю примерно свои права. И говорю, девушки, рассудите меня, имею ли я право, потому что, как я рассчитываю, меня обманули на 45 тысяч. По-моему, 23 декабря я родила, и где-то 26 пришло официальное уведомление ко мне на почтовый ящик о том, что я права. И очень быстро ФСС пришли в компанию Ванташлайф, к Артуру Атабекяну, и бухгалтера быстро уволили. Очень быстро появились деньги, вот эти 45 тысяч разницы на моем расчетном счету. То есть после того, как вот это, получается, органы власти вмешались и пришли к ним, что-то происходит. Дальше со мной начали вести переписку очень вежливо, официально. Там был генеральный директор, который сейчас уволился. Гинзбург, Александр. Очень по скайпу мы общались о том, что когда же вы мне выплатите, когда вот эти... Дальше началась история про 13 800 ежемесячные после того, что 40 дней. И опять началась вот эта история о том, что я должна почему-то просить работодателя, пожалуйста, дайте мне мои деньги, что совершенно бред. Дальше были задержки, задержки. В конце концов накопилось, вот к сидитому гражданину, я обратилась в портал, накопилась задержка примерно 102 тысячи рублей за 7 месяцев. По скайпу мне генеральный директор Гинзбург, Александр, написал, что он там больше не работает. Но как бы печать и подпись еще на нем. А в июне месяце этого года сложилась такая ситуация, что у меня закончился загранпаспорт, и мне нужно было его отдать анкету. Да, это целая эпопея. И дело в том, что, я вот прописала, где мы с вами сидим в центре Москворечи, нужна копия трудовой книжки. Я связалась с Александром, он Гинзбургом, своим генеральным директором. Я говорю, вы знаете, я даже не по поводу денежного вопроса звоню, что он меня тоже не устраивает. Но, говорю, мне очень нужно завизировать мою анкету. Он говорит, ой, ну знаешь... Я говорю, но подпись-то выставить? Он говорит, ну все-таки я. Дальше я ему говорю, мне нужна копия трудовой. А вот дальше интересно началось. Я звоню владельцу компании, Артура Табекяну, а он мне по телефону отвечает, что он меня не знает. Я говорю, сначала я подумала, что это такая шутка, потом оказалось, что это не шутка. Он действительно делает вид, что меня не знает. Хотя на следующий день в дверях компании он меня узнал. И сразу тогда задал вопрос, ну ты нашла свою трудовую книжку? По закону трудовая книжка лежит в сейфе, и компания несет за это ответственность. Трудовая книжка мне не отдавалась, поскольку я ей не увольнялась. И эпопея такая, что трудовую книжку они не нашли. Я по памяти потеряла два дня, звонила во все свои компании, где я работала до этого, писала вот эту анкету для загранпаспорта. Но когда я приехала к Гинзбургу Александру подписывать эту анкету, заранее понимая, что я больше их никогда особо не найду, этих людей, я принесла заявление с полутора лет до трех лет, потому что мамочки должны два раза писать это заявление, иначе их задних числом могут уволить. И я сразу подготовила два экземпляра на случай, когда они опять все теряют. И подписала, ну что, Александр подписывал мне эту анкету, и я говорю, и вот это подпишите, пожалуйста. Он подписал и то, и то, и я говорю, а где же печать? Он говорит, а печать у Артура Атабекяна, владельца компании. Дальше я приехала в компанию. Меня даже, кстати, самое интересное, что охрана меня узнает, пропуск у меня просрочен, и меня не впускают. В тот день мне просто повезло, что Артура Атабекяна я встретила в дверях. И мы поднялись, он поставил печать, я ему оставила это заявление, и свое заявление второе я у себя тоже сохранила. И вот дальше возникает такая ситуация, что я приезжаю себе на работу, меня не впускают на третий этаж охрана, говорит разные вещи. Нам сказали, что вы тут больше не работаете. Деньги вы так и не получаете. Да, да, 102 тысячи я не получила. И они до сих пор висят, эти деньги? Ну, их нет у меня, да. Да, я проверяла все свои, мне переводы все на сберегательный счет, сберкнижку. И до сих пор денег нет. Да, да, денег нет, со мной не связывались. Главное, я проверяю всю свою почту. Даже заказным письмом трудовая книжка не была мне отправлена, даже если была какая-то ликвидация или что-то было. Меня не ставили в известность. И вот тут возникает такой вопрос, куда же нам надо обращаться мамам? Это хорошо, вы знаете, вот вся такая история случилась, что у меня была возможность оставить двух детей, у меня двое маленьких детей. И вы активный интернет-пользователь. Да, да, да. И вам это повезло, потому что вы как раз таки и попали на этот портал. Наверное, да, я везунчик, что мне повезло, потому что у многих мам как раз проблемы есть. Я знаю этих мам, я думаю, три есть проблемы в том, что есть стеснительность, есть очень страх большой. И есть незнание. Незнание, и прийти с двумя детьми в какую-то компанию, которая должна. Давайте об этом поговорим сразу после новостей. Вам не выплачивают декретные. Что делать? Вот об этом мы сегодня говорим в программе «Абсурды». У нас сегодня в студии юрист, руководитель интернет-портала «Середитый гражданин» Александр Борисов. Здравствуйте еще раз, Александр. Еще раз здравствуйте. Ну и Мария уже рассказала свою историю, такую печальную, но, тем не менее, почти детективную историю. И Светлана Ященко тоже с маленькой Софией у нас сегодня в студии. Но, Светлана, вы свою историю тоже нам сейчас расскажете, но сначала мне нужна реакция все-таки Александра. Я здесь, наверное, хотел бы отметить, да, вот Мария начала свое выступление, свою речь там с некого месседжа, что она знает законы. Она призналась, что она не знает кодекс. Да, да. Хорошо, кодекс она не знает. Хорошо, предположим, кодекс не знает, но знает, по крайней мере, ну, какую-то нормативную часть, да, там, чем... Это редкий случай. Редкий. Посмотрите, сколько кругов Анна, Марии. То есть пришлось проходить и проходить, и будет еще проходить, прежде чем там эти денежные средства. Человек, который знает закон. Или там какой-то вот... А если люди не знают? У нас работодатели зачастую законов не знают, потому что если мы не говорим там про работу. Конечно. Вот. К сожалению, вот такая вот беда, она есть. И беда, почему мы, собственно, на портале Терриоты Гражданина решили вот открыть такую рубрику, и именно вот эти проблемы, проблему месяца, такие подобные проблемы агрегировать на нашем портале, чтобы не только повысить некую такую правовую информативность наших пользователей, но и реально защитить их. Потому что, ну, молодая мама, которая только после родов, там, с детьми на руках, там, ну, честно говоря... Конечно, ей не дает... Папа в поле. Зарабатывает деньги для себя. Да, он охотник. Вот. А мама занимается всеми другими делами. В частности, защищает свои права также сама. И вы... Вот меня... Вот что интересует. Вот такие недобросовестные работодатели, которые присутствуют, да, на этом рынке, их много? Вы знаете, практика показывает... И кто... Вот качество этих работодателей. То есть я прихожу устраиваться на работу. Ну, допустим, молодая мама. У Трира, конечно, я, скорее всего, молодой папа. Но, тем не менее, то есть я должен обратить внимание, или она должна обратить внимание на качество этой компании. То есть это ООО, частная какая-то ИП. Вот как выбирать, да, когда ты устраиваешь на работу, и понимаешь, что у тебя скоро будет ребенок, допустим. И у тебя могут быть проблемы. То есть качество этих программ какое? Ну, кстати, вот вы сказали, там, я приду как молодой папа. Да. Молодой папа тоже может взять себе. Ну, да, естественно. Теперь, да. Организация... А как организацию выбрать? Ну, понятно, что по степени какой-то репутации, да. Допустим, крупные холдинги, крупные такие мега-монстры, ну, все-таки они не хотят портить свою репутацию, там, вот подобные вопросы. Ну, в основном они правильно все делают и исполняют все свои обязательства. Да. Вот небольшие организации, там, маленькие, там, ИП, ООО, там, где зачастую даже в составе, там, в штатном составе нет бухгалтера. А ведь оформление вот этих бумаг, всех пособий, это требует, там, через фонд социального страхования, это требует. Там определенный документ наоборот. И, например, фонд социального страхования, он может не выплатить какую-то там сумму только потому, что там не было какой-то справки. Поэтому сейчас по поводу есть практика, там, Верховного суда, который обязывает уже фонд социального страхования, там, без каких-то либо документов, там, доплачивать. Вот, но ситуация, на самом деле, ситуация, она острая, не только в плане того, что там, маленькая компания, плохая компания, хороший работодатель или плохой. Но зачастую то, что сам работодатель не знает законов, что он не из своего кармана выплачивает эти деньги, особенно после, когда уже там женщина родила, что эти денежные средства там компенсирует фонд социального страхования, что ему нужно, в принципе, ввести нормальную грамотную бухгалтерию и вовремя передавать документы в государственные организации. При этом работодатель зачастую еще не знает всей ответственности, всей сложности, если он не выполняет таких действий. У вас на портале написано, что даже уголовная ответственность? Да, безусловно. Во-первых, это статья 5.27, да, Трудового кодекса, который предусматривает там от незначительных штрафов и заканчивая вплоть до дисквалификации руководителя. То есть вот я руководитель организации своей, частной организации, но меня могут отстранить руководство этой организации вплоть там до одного года. Плюс статья 5.27, Трудового кодекса об административных правонарушениях, плюс есть меры прокурорского реагирования, если органы прокуратуры вмешиваются в эту ситуацию. Это там также и административки, и предостережения, и представления. Плюс, естественно, это уголовный правовой состав, то есть это статья 145-я прима уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность. И в зависимости от части там достаточно серьезная санкция статьи, там до двух и до пяти лет. Но судебная практика показывает, что как таковых работодателей суды у нас не сажают. Но с точки зрения профилактики подобных нарушений в последующем, я считаю, что это замечательно. Вот в случае с Марией, что ждет работодателя? В настоящий момент мы связывались с трудовой инспекцией. Там сделали массу запросов сейчас, чтобы установить картину вообще, что происходит, что это за организация, в какой она там, не в процессе, там ликвидации, реорганизации и так далее. Вот. Сейчас по факту установят объем, который ей не был выплачен. И, а, организацию обяжут выплатить, и, б, будут рассматривать, какой состав есть в действиях должностного лица. То есть есть ли состав административного правонарушения, есть ли состав уголовного преступления. А уголовное преступление у нас наступает с момента, если пособие было не выплачено более двух месяцев. И по решению суда тоже, да? Да, да. Ну, решение суда, но здесь, в данном случае, Мария могла бы обратиться как частное лицо, но мы постарались снять с нее вот эту вот там кучу бумаг, собирать там обращения в суды, потому что практика показывает, что наши государственные органы, в общем-то, очень неплохо встают на защиту прав работников. Так, ну и теперь мы послушаем и Светлану, потому что София очень активна, видимо, она протестует, что маме не дают слова никак. Да, добрый день. Что у вас, да, случилось? Ну, скорее всего, у меня такая же, в принципе, похожая ситуация, как и у Марии, потому что я тоже работала в компании и ушла в декрет. Ну, в частной компании наверняка, да? В маленькой. Ну, не крупная, но средняя такая. Ну, средняя. Вот. Ушла в декрет с первым ребенком, отсидела три года, как положено, там все. Значит, когда я пришла устраиваться на работу, у нас был генеральный директор один, когда я уходила, тоже он самый был, и когда я пришла уже после первого декрета, вернулась на работу, я написала заявление, что я ухожу опять на второй декретный отпуск. Там уже совершенно сидел другой человек, другой директор. Ну, в принципе, вопросов никаких не возникло, так же сразу все выплатили. Все документы стали оформляться. Да, 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 все как положено. Ну, немножко, конечно, задержкой выплатили. Ну, выплатили. Да, за пять дней до уродов мне выплатили, ну, выплатили. Вот. И где-то через полгода, наверное, перестали выплачивать. Вообще. Вообще перестали. И никак не объясняли? Нет, я потом, конечно, я подождала там пару месяцев. Терпеливый народ. Вот. Позвонила в бухгалтерию, спросила, сказали, ой, вы знаете, вернее, не в бухгалтерию, позвонила своему директору на тот момент. Она мне сказала, что она компанию продала, теперь там другой генеральный директор. И причем она не знает, кто он, и как связаться с ним тоже не знает. Вот. И дали номер телефона мне, значит, нового бухгалтера. Новый бухгалтер мне сказал, да, 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 мы вас помним, мы вас знаем, мы как бы знаем, что у нас есть, мы будем вам выплачивать. Но тем более мне как бы никто заранее меня не предупредил, что фирма продалась, и что нужно, может, какие-то там документы приехать довезти, там, да, что-то, ну, не знаю, там, да. Александр, а должны ли предупреждать как-то вот молодую маму? Ну, а мама в текрите находится, в текретном отпуске, собственно. Не обязательно предупреждать ее. Нет, ей денежные средства оплачиваются. Ну, да. А если не оплачиваются, то она должна сама всю эту волну поднимать. А вот у нас получается, что у нас, вот, и сейчас тоже героиня наша сказала, да, что я там несколько месяцев подождала, потерпела, то есть вот наше терпение. Да, не надо терпеть, да, по большому счету. Да, это, наверное, скорее всего, мой самый большой месяц. Ну, и дальше? И дальше, когда они один месяц выплатили, и все, и просто перестали даже брать трубку, приехал по этому адресу, по адресу сказали, что переехали, что компания переехала в неизвестном направлении. И где теперь искать эту компанию, я не знаю. То есть, как бы, за должность уже, мне, в принципе, ребенку уже скоро будет два года, и восемь месяцев мне за восемь месяцев не выплатили. Какая у вас сумма? Ну, она не такая большая, там, сорок пять тысяч всего лишь, но все равно это для... Ну, тоже деньги, деньги, тысяча евро. Да, как бы, тоже хотелось бы получить все-таки положено. То есть, насколько я понимаю, Александр, это типичные случаи, особенно когда в компаниях меняются собственники, меняются юридические адреса, идут какие-то перетурбации внутренние. Все это мешает, да, исполнять какие-то свои обязанности. Честно говоря, да, эта ситуация достаточно типичная и будничная. Ну, я подала заявление ФСС, 27-й, мне там сказали, что мне нужно подать документы в суд, как бы, чтобы суд присудил, чтобы ФСС оплатил, как бы, выплатил эту сумму долга. То есть, как бы, вот таком... Ну, то есть, установление юридического факта через суд, или обязывание госоргана там... Да, ну, я приехала в суд, но я, честно говоря, вот, я в этом деле вообще полный профан, как составлять эти документы, я вот, честно говоря, не знаю. Исковые заявления, там куча документов подтверждающих. А насколько я понимаю, для того, чтобы обратиться к адвокату, нужны деньги, наверное. Да, да. Это очень дорого. Извините, но у меня пока сейчас нет таких посылешних денег. А говорить адвокату, что подождите, давайте выиграем, потом ему заплачу, это не возымеет никакого действия, реакции не будет никакой. Причем вот самое интересное, что суды встают на сторону истца, и всегда все там, ну, в данном случае пошлина не применяется, поскольку трудовые правоотношения всегда, все издержки накладывает на ответчика, то есть на работодателя. Ну, адвокату надо сегодня деньги отдать. Ну, естественно. Вот, ну, с другой стороны, допустим, существует там масса юристов, которые работают по схемам после судебного заседания, после выплат. Вот, поэтому, в общем-то, здесь можно искать, смотреть и привлекать к себе вот сюда, там, тех юристов, которые, в общем-то, могут сейчас там не заняты, может быть, там, в каких-то больших процессах, а могут там выступить на стороне работников. А государство не предоставляет юридическую помощь в этом плане? Государство предоставляет не только с точки зрения разъяснения законодательства, там, через Роструд, через органы прокуратуры, то есть, ну, это все официально переписка. Когда тебе это начинают объяснять, то взрывается мозг, я это понимаю. Плюс месячный срок на рассмотрение всех этих обращений, это можно полгода просто сидеть, заниматься перепиской, чтобы узнать, что надо вот пойти туда. Тоже интересная работа для молодой мамы. Очень. Спасибо вам, работодатели, да, недобросовестные. Еще бы и оплачивали бы эту работу. Ну, кстати, в этом плане интересно, работодатель, который не выплачивает, он является недобросовестным. Компенсация какая-то, возможно, можно добиться компенсации за то потраченное время, за нервы, моральный ущерб в конце концов. Безусловно. Но практика у нас складывается так, что суды у нас большие, большой моральный вред, к сожалению, почему-то работникам не выставляют. И там сумма, на которую я, в частности, там ссылался, смотрелся, ну, это сумма, там, 3, 6 тысяч, 7 тысяч, там, ну, максимум, по-моему, что у меня встречалось, там, что-то в размере 9 тысяч рублей. И вот подобный моральный вред. Ну, плюс работодатели могут еще наложить возврат денежных средств за пользование чужими деньгами. Да, это некая ставка рефинансирования. Это вообще, по-моему, другая статья. Ну, тут вопрос ставки рефинансирования, то есть он же пользовался этими деньгами. Да, поэтому будьте любезны оплатить. Вот. Плюс услуги, опять же, юриста, да, если мама наняла юриста, вот. Но это все хорошо, но, как в моем случае, например, если компания исчезла, и я даже не знаю, куда мне пойти. У меня просто нет адреса. Давайте юридические аспекты продолжим обсуждать сразу после новостей. Вам не выплачивают декретные, что делать? Вот на этот вопрос мы и пытаемся сегодня ответить вместе с нашими гостями. У нас в студии юристы и руководители интернет-портала «Сердитый гражданин» Александр Борисов и молодые мамы, которые столкнулись с неправомерными действиями своих работодателей, Мария Костина и Светлана Ященко, вместе с маленькой Софией, которую периодически вы, уважаемые, слушаете и слышите. Ее такой нежный маленький голосочек. Вот, в подтверждение того, что она есть на этом белом свете, она в скором времени должна тоже разбираться во всех этих законах. Давайте по поводу юридических аспектов. Какие существуют нормы на сегодняшний день, о которых обязательно должна знать молодая мама Александра? Ну, нормы у нас, как правило, всегда излагаются в нормативных актах, в законах. Но, будем честны и объективны, у нас зачастую депутаты то, что принимают, сами не знают, где-то с точки зрения нормотворчества. Что может знать мама, если у нас законы меняются месяц, полгода? Ну, проведители к бесу. О чем должны знать мамы, в первую очередь? Какие свои права и обязанности? Хотя бы назовите документы, какие необходимо прочитать. Молодых мам достаточно времени до родов, после родов. Нет, после родов практически нет этого времени. Но тем не менее, но в роддоме есть, что почитать. Да, ну, безусловно, это, наверное, настольная книга и станет трудовой кодекс. Так. Это однозначно. Плюс есть постановление правительства там о назначении пособий и... Ежемесячных выплат. Да, пособий ежемесячных выплат. Мария подкованная. Мария теперь сам Бог ее должен быть подкован. Которые, собственно, в общем-то, этот документ коррелируется с теми выплатами, которые работодатели выплачивают там в связи с нетрудоспособностью. Вот. Ну, плюс это нормативные акты, связанные там с судебными решениями, судебной практикой. Это кодекс в институтных правонарушениях. Это уголовный кодекс, ну, в той части там, который непосредственно это применяется к нарушенным трудовым правам. Чтобы не, может быть, да, там не лазить, не скитаться в этих огромных кучах нормативных актов для мам. Почему мы захотели на сервитном гражданине, захотели сделать эту проблему месяца и запустить, чтобы молодая мама, которая заходит на портал, могла просто указать проблематику, что вот есть такой-то работодатель, вот он там не платит. То есть вот изложить фактуру, и больше мы от этой мамы ничего не хотим. Мы хотим, чтобы мама занималась воспитанием дитя, а мы уже взяли там... На себя. ...ее защиту на себя и через там совместно там с Рострудом, запущенном онлайн-инспекцией, там совместно с правоохранительными органами уже защищать ее права дальше. Понятно. По поводу норм, понятно. Все равно мамы должны все это изучить. Настольная книга, понятно, какая должна быть. Но вот бывают случаи, когда компания просто исчезает. Вот обанкротилась, ее нет. А что делать? Ну, дело в том, что она не может обанкротиться, она вот сегодня есть, и завтра раз и растворилась в воздухе. Все равно есть и ведется там... Ну, в нашей стране, на самом деле, достаточно много будет, но ведется арбитражное производство. Там арбитражным судом назначается арбитражный управляющий. Вот. Если такая организация уже там попадает в предбанкротное состояние, то, конечно, маме нужно в первую очередь бежать и озвучивать сумму к выплате. Почему? Потому что это первая очередь выплат в том случае, если предприятие признается банкротом. Вот. То есть контрагенты, там какие-то там договоры и так далее, это все вторая, третья, пятая очередь. В первую очередь это трудовые права, это зарплаты, пенсии, пособия. Понятно. Куда обращаться в случае вот невыплаты декретного пособия, если, ну, мама молодая не знала о том, что существует такой портал? Я, например, не знал. Я только сегодня об этом узнала, честно говоря. А, так вы новичок вообще. Ну, вот я же говорю, очень часто. Ну, вот куда бежать? Ну, Роструд. Наверное, это Роструд. Почему? Потому что, ну, все-таки это компетентная крупнейшая организация, которая занимается исключительно вот этими вопросами. И, ну, на мой взгляд, занимается достаточно эффективно. Ну, а какие гарантии, что будут выплачены эти деньги? Может, все-таки лучше, если есть возможность нанять адвоката, нанять адвоката? Нет, адвоката нанять можно. Ну, понимаете, это все затраты. Нет, я понимаю. Вот мы убираем финансовую сторону. С точки зрения эффективности. Эффективности. Я, наверное, еще раз повторюсь, что у нас государственные органы очень хорошо стоят на защите работника. То есть не надо себя, как бы, ограничивать в этом, да? То есть, по большому счету, можно отказаться от адвоката частного и просто идти в государственную инструктуру. Безусловно, в спокойной, произвольной форме изложить, что произошло, где работали, что заработодатель, почему там такая-то сумма сложилась. То есть никто не требует там писать какие-то, я не знаю, там, научные статьи, там, кандидатские диссертации, вот, из того существа, что произошло. Коротко о главном. Что произошло, госорганы... А в чем и плюс госорганов и эффективность их работы, что молодая мама, вот, вы сказали, да, предприятие закрылось, оно обанкротилось. Где его искать? Вот госорганы как раз это и могут сделать через направление, там, масса, там, куча запросов, установление расчетных счетов и так далее, и так далее, и так далее. Госорганы это могут сделать эффективно, молодая мама это эффективно не сделает. Она так и будет бегать и искать, где же работодатель теперь со своим столом и, там, стулом переехал в какое теперь новое место. Да еще просто проблема, трудовая книжка же осталась... на предприятии, и вот что теперь, как делать. Вот в дальнейшем, если я не найду эту компанию, мне что, нужно будет это восстанавливать? У меня есть заверенная трудовая книжка от работы. Копия, копия. Да, копия. У меня ее нет. А у вас нет копии. То есть, и вы не знаете, где ваши трудовые книжки на самом деле? Ну... Ну, вы знаете, что у того... Да. Де-факто. Де-факто, да. Но найти вы ее так не можете получить никакой. Не могу найти, да. Учитывая, что мой трудовой стаж примерно 10 лет, то мне ее выдавалось восстанавливать. Я точно знаю, что две компании ликвидированы. И восстанавливать мне ее, пройти достаточно большую историю. И почему я должна вопрос проходить через эту историю? А как решить этот вопрос, Александр? То есть, мама должна все равно, получается, все равно к вам будет возвращаться, и к вам будет обращаться за этой помощью, чтобы восстановить эти документы? Ну, по факту, да. Потому что, ну, вот у Марии такая ситуация сложилась, да, там, с организацией. Ну, не знаю, там, ну, хоть бейся головой об стену, но если они не хотят ей платить деньги, не хотят ей отдавать трудовую книжку, пока, я так понимаю, госорганы не вмешаются. Они не связываются никак. Я очень надеюсь, что владелец компании Артура Табекян слушает эту программу. И отреагирует. В пиаре очень достаточно, когда мы набираем в Яндексе Эквилибрия Клуб, программа лояльности для всех банков, как Рафайзен. Ну, понятно. Основные банки зарекомендованы как прекрасные разработчики многих программ лояльности, когда владельцы этих банков услышат, что он так недобросовестно... То есть, он быстрее справится. Может быть. Его пиар будет не так. Ну, вы же тоже у него работали пиарщиком, насколько я понял, да? Да, да. И вот вопрос, я очень быстро, за четыре месяца ушла обратно в декрет и поняла, что тут не платится зарплата. Ну, вот видите, как самое интересное, когда я туда устраивалась, это была прекрасная на бумаге по пиару в интернете компания. Поэтому мамы тут... Ну, что, не было ее в черных списках компаний. На бумаге все прекрасно, но уже видели, что происходит с компанией, наверняка владели информацией, что происходит. Ну, вот за четыре месяца, да, очень... Поэтому ушла обратно в декрет. Понятно. Вы сейчас... У вас процесс сколько длится? С июня месяца. В июне месяце я подписала вот это заявление на отпуск до трех лет. И уже совсем серьезно. В сентябре мы начали. В сентябре этого года. Да, мой проект поддержала Тута Ларсен, мама двух детей. Ну, мы хотим... Основная ключ этого... Сердитого гражданина портала в том, чтобы... Почему я нахожу время и трачу время? Ну, первое, конечно, трудовая книжка и деньги, но еще многие мамы... У меня есть очень много подруг, которые застенчивали времени, нет денег, нет денег, нет на няню, живут в Московской области. Транспорта нет. Слушайте, берете детей и идете. Вот и все. Ну да. Это очень действительный способ. Да. Но многие... Когда работодатель приходит с маленькими детьми... О-о-о-о! Как можно быстрее, чтобы вы ушли? Приходила я с детьми, меня даже не впустили. Да ладно. Приходили, меня охрана даже не впустили. Это очень плохой работодатель тогда. Точно. Но с помощью сердитого гражданина мамочка может написать онлайн, ей не надо никуда идти. Ну, тут еще вопрос, насколько она активно интернет пользуется. Тоже вопрос. Вы понимаете? Да. У нее нет, например, времени сидеть в интернете. Вообще никакого. А если она хотела бы получить какую-то отдушину, у нее есть время только ночью. Да. И то не всегда. А так каждые два часа нужно вставать, кормить ребенка. Это достаточно большая проблема. Мы почему унифицировали в нашем портале, чтобы человек дошел в два клика, нажал и быстренько изложил, и все. Ну, вот у вас сейчас, вы говорите, не так давно процесс идет. Ну, а в среднем, сколько времени должна потратить мама? Сколько лет на все это может уйти? Какой самый длительный процесс у вас был, Александр? Ну, в моей практике вот самое долгое, что вот было, ну, там, порядка шести месяцев. Вот. А в целом, ну, в пределах... Слушайте, ну, это недолго. Я тут думал, что уже годами что-то длится. Нет, нет. Два-три месяца. Почему? Еще раз говорю, потому что, когда работник обращается в суд, суды встают на сторону работника. Если работник обращается в надзорные органы, в органы прокуратуры, органы прокуратуры, как правило, тоже встают на сторону работника. Вот. Ну, а при наличии такого административного серьезного аппарата, ну... Спасибо нашему трудовому кодексу. Говорят, он один из самых... Один из самых лучших, на самом деле. Ну, Светлана, а вы только в начале пути. Да. У вас впереди... Надежда умирает последней. Я думаю, что мы еще поговорим по поводу непосредственно сердитого гражданина, его роли, цели и задачи, потому что само название, когда я его услышал, меня несколько так вдохновило и, с одной стороны, с другой стороны, насторожило. Хотелось бы понять еще взыскание... Вот в процессе вот этого взыскания этих денег, да, вы сказали о том, что компенсация возможная. Такой небольшой уточняющий вопрос. Вы также назвали размер до 9 тысяч, да, то есть вот компенсация, в котором... Моральный вред. Моральный вред. Но, насколько мне известно, в нашей стране за моральный вред не дают больших сумм. Не дают. А почему? С чем это связано? Ведь на самом деле мама отрывается от своего ребенка. Она тратит нервы и свое здоровье. 9 тысяч – это, ну, капля в море, да. Это один раз сходить к хорошему специалисту, получить консультацию или сдать анализы, по большому счету. И тут вот, если мама принесет справку от своего врача, что она там потеряла какой-то уровень здоровья, я вот я не знаю, как это выразить, но, тем не менее, вы понимаете, о чем я говорю. Она потеряла здоровье. Можно ли рассчитывать на большую консультацию? Рассчитывать можно, но нужна причинно-следственная связь. А если она докажет через врача, что она... Да, волновалась. Почему? Тогда волновалась. Почему? Потерял сон. Да. Или, хуже того, она не сможет теперь кормить ребенка. Почему нет? Но это установление причинно-следственной связи в суде. Здесь суд принимает решение о выплате той или иной суммы в качестве морального вреда. Почему я говорю, что это судебная практика таким образом складывается? Но вы не можете мне ответить на этот вопрос более точно, только потому, что сейчас у вас нет такого опыта вот большого. Мама, только сейчас стали к вам обращаться по этой теме, потому что вы обратили на это внимание? Нет, ну, юристы, я у меня уже стаж не маленький, скажем так. Я не про вас лично, я говорю именно про этот процесс, который вы затеяли, да, по привлечению молодых мам с проблемами. То есть нет еще вот этого багажа огромного знаний работы с судебными инстанциями. Огромного багажа в рамках портала мы его только формируем сейчас, чтобы маме было понятно там по каждому клику, что, на какой стадии, какой шаг она там должна выполнять. Или не должна выполнять, а просто оставив проблематику, должна делегировать это нам. Вот. Но есть вопрос второй, что мы только запустили вот эту вот серьезную проблему, и поэтому обратная связь, она у нас вот только-только еще фактически начинается. По большому счету всех молодых мам нужно призвать не ждать. Не ждать, безусловно. Как можно быстрее обращаться к квалифицированному юристу, а лучше приходить к такого рода организациям, как ваша. Часто. Если у вас нет времени, у вас должен быть интернет, в конце концов через мобильный телефон зашли в интернет и отправили сообщение или свою историю, и вы на нее отреагируете. Да, совершенно верно. Вот теперь, далее, после новостей мы будем говорить о том, что это за портал Сердитый гражданин, какие услуги вы оказываете сразу после новостей. Вам не выплачивают декретные, что делать? На этот вопрос сегодня в нашей студии пытаются ответить и отвечают, и достаточно уверенно, это юристы, руководители интернет-портала Сердитый гражданин Александр Борисов, а также молодые мамы, которые столкнулись с такой проблемой, Мария Костина Ислана Ященко и маленькая София, которая периодически издает некие такие странные, но очень приятные звуки. Вообще, маленькие дети, это, конечно, радость, большая радость и в жизни, и в семье, но когда вот недобросовестные дяди плохие или тети не выплачивают деньги вовремя, вот тут проблема большая и очень большая, тем более, если мы рассчитываем на эти деньги. Вот, я обещал, что мы поговорим по поводу интернет-портала и узнаем мнение имам, насколько эффективна работа и почему сердитый гражданин, а не, например, гражданин в ярости или что-то в роде. Да, Александр, откуда сердитый гражданин появился? Я, например, о нем тоже услышал несколько дней назад. А сердитый гражданин, мы все граждане, в чем-то сердиты, в чем-то довольны. Мы всегда недовольны, на самом деле. Чиновники говорят, граждане навсегда недовольны, это нормальное их состояние. Но когда сердитый гражданин, это уже не что другое. Мы пошли по этому пути, по созданию площадки, на которой бы как раз сердитые граждане, недовольные граждане и чиновники повышали бы качество жизни совместными усилиями. То есть активные граждан, люди с активной гражданской позицией, активные чиновники, которые хотят сделать лучше в своем регионе, округе, в стране, в первую очередь. Гражданские активисты, мы создатели этого портала, юристы, которые на базе этого портала работают. То есть основной задачей стоит повышение качества уровня жизни и вовлечение активных граждан в это повышение качества уровня жизни. София согласна. То есть не только ругать власть, что вот вы мне тут не делаете дороги или не чините крыши, но зачастую власть просто не знает о какой-то факторе. Нужно просто эту ситуацию донести. Папу вспомнили, да, тоже. Про папу мы очень мало говорим. Папа сейчас в поле. Ничего, скоро папа тоже вернется, не волнуйся. Но я понимаю, что вы пытаетесь унифицировать, как вы говорите, повысить качество жизни и отношение к своим правам и обязанностям в стране мам, пап и так далее. Но тем не менее, обычно, когда такого рода проекты происходят, должна откуда-то идти инициатива. Зачастую она идет сверху. А в вашем случае, у вас написано «Вы независимый портал». От кого вы независите? От государства, от чиновника, у вас финансовая независимость, откуда вы берете деньги? Ведь мама тоже должна каким-то образом участвовать в этом процессе? Они платят вам. Что происходит? Нет, граждане, нам никто абсолютно не платит. Мы делаем это все абсолютно и полностью бесплатно. Мама! Вот. С точки зрения же... Вы стахановцы? Мы... Нет, мы не стахановцы. Вы работаете бесплатно? Комсомольцы. Кто вас финансирует? Финансируемся мы, собственно, так же, как и многие некоммерческие организации. На гранты. Гранты. Ну, пожертвования мы с пользователями не берем. Так. На гранты. Плюс мы создаем некие системы для органов госвласти, которые хотели бы подобную систему иметь у себя в регионе, в муниципалитете, в районе, которые хотели бы... Они выделяют на это деньги? Да, они выделяют на это деньги, заказывают у нас систему. Вот у нас, в частности, у нас система и сердитый гражданин, но для муниципалитетов, органов власти, там, региональных органов власти мы предлагаем систему довольный гражданин. Довольный гражданин в чем? То есть, приобретая эту систему, в общем-то, органы власти не только решают проблематики, но и показывают, что они реально работают. Они подсвечивают свою работу пользователям, людям. Нет, ну, я все понимаю, если говорить о Москве, кто вас в Москве поддерживает? В плане финансов? в плане финансов. У нас Finam.fm, мы про финансы. Да, дело в том, что Runa Capital, венчурный фонд, который, в общем-то, финансирует нас, плюс мы работаем на базе Microsoft, то есть, вот эти партнерские программы, они нам дают возможность сидеть, работать и строить, конструировать именно тот продукт, который мы видим. Но этот продукт, он несет коммерческую какую-то составляющую или это чисто общественное движение? Вы знаете, мы хотели бы выйти на коммерческую составляющую, но коммерческую составляющую с точки зрения именно поддержки организации. Организации нашей, сердитого гражданина. Но для пользователей это, безусловно, это все бесплатно. То есть, мы хотим агрегировать там некие финансовые возможности, просто чтобы расширить еще больше возможностей для наших пользователей, функционал для наших пользователей, чтобы больше возможностей по защите их прав дать пользователям. Но это некий стартап? По сути, да. Это стартап. Сколько вы существуете? Ну, активно мы стали работать, в общем-то, с августа 2013 года. Активно. То есть, вы вообще очень молодая организация? Да, мы очень молодая организация, но на сегодняшний день у нас уже, мы имеем 50 тысяч аутентифицированных пользователей. Вот. На сегодняшний день у нас уже там решено порядка полутора тысяч проблем. То есть, ну, цифры серьезные, мы активно развиваемся, и мы бы хотели бы помогать, конечно, очень хотели бы помогать именно в качестве той площадки, площадки для диалога власти, общества, бизнеса. Власть довольна вашей деятельностью? Вы знаете... Испытываете какое-то давление? Нет, давление не испытываем. Та власть, которая креативная, которая понимает, что это назрело, это необходимо. Наоборот, у нас замечательные доверительные отношения. Там же, где на местах, ну, где-то там в далеких районах, где еще, наверное, муниципалитет не хотят некой прозрачности своей работы, может быть, не хотят взаимодействия там с гражданами, там, конечно... В Москве испытываете проблемы? В Москве нет, в Москве мы не испытываем. Хотели бы получать финансирование из бюджета государственного и зависеть от бюджета? Вы знаете, тут палка о двух концах. Потому что кто заказывает, кто платит деньги, кто-то и заказывает музыку. Если мы... Мы независимый онлайн-проект. Как только мы начнем получать финансирование государственное... А может быть, вы быстрее решали проблемы молодых мам? Может быть, может быть. Но на сегодняшний день к нам никто пока деньги не несет, не говорит, что развиваетесь в каких-то там огромных объемах. Но мы сами понимаем, что прежде чем на нас обратят внимание, мы должны, наверное, на этом рынке как-то выступить и защитить права людей. В первую очередь. А чья это идея вообще создания такого рода социального проекта? Это же социальный проект. Социальный, да. Через чистой воды. На самом деле, в общем-то, корни-то идут стран Запада, да, там, в Америке, в Англии есть там подобный ресурс системы электронной демократии. Следующие системы электронной демократии были уже у нас в стране, реализованы, там, начиная с 2010-го, и причем интересно, если, допустим, в той же Англии системы электронной демократии, они реализуются исключительно снизу, то есть это общественная гражданская позиция граждан, то у нас вот такая вот, я не знаю, наслоение, наверное, идеологических сфер, потому что у нас как снизу, так и сверху. Если мы вспомним, что это первый указ президента Путина, да, о создании ресурса российской общественной инициативы, и он реализован этот ресурс, он работает, и его статью «Демократия и качество государства». То есть у нас в стране мы наблюдаем это движение как снизу, так и сверху. И, может быть, поэтому вот такой, достаточно такой высокий качественный уровень создаваемых продуктов у нас в стране. Я знаю, что социальные проекты сейчас пользуются большой популярностью, некоторые даже говорят о том, что это прибыльный бизнес. Да. Вот вы, кстати, какая у вас структура бизнеса, у вас что, ООО, ИП, что у вас? Как вы пошли? У нас некоммерческое партнерство и общество с ограниченной ответственностью. Да, у нас несколько организационно-правовых форм, но мы их сделали не потому, что нам там как-то захотелось чего-то, просто, ну, одна организационно-правовая форма, она является собственником самого. Я просто знаю, что есть некоторые программы даже в Москве, в Московской области, где поддерживают такого рода проекты налоговыми какими-то субвенциями, то есть освобождают от налоговых вычетов и так далее. Вы знаете, в Минсвязи долго ходил законопроект по поддержке высокотехнологичных компаний в социальной сфере, чтобы там снижать налоги и так далее. Ну, ходило-ходило, так это пока никуда и не дошло. в этом плане вы вообще не испытываете никакой поддержки? Нет. Только на словах? Только на словах. Ну, дамы, чтобы мы про вас не забыли, мы про вас помним, что вы тоже здесь в этой студии. Вы насколько довольны работой вот сердитого гражданина? Насколько вы испытываете вот эффект от того, что вы пришли со своей проблемой, на нее обратили внимание и вам оказывают поддержку? Мария. Мы начали общаться с сентября. Мне очень быстро отреагировали на мой запрос, когда я разместила. А вас ничего не смущало? Странная какая-то организация, сердитый гражданин? Нет, я достаточно активный интернет-пользователь. Я прочитала про них отзывы, посмотрела, какие другие задачи они решают. Проблемы там прямо на сайте видно. Они все вместе работают. И вы поверили? Ну, знаете, когда уже некуда бежать, не знаешь, куда. Когда я уже в ФСС ходила, ну, в организации. Типа, да, нечего теряет, надо уже... Когда я понимаю уже, что не только деньги, но и трудовая книжка. как действительно адвоката нанимать, это денежное вливание. Вот это подумал, дам, посмотрю, что такое будет онлайн. А что мне понравилось, я могу отслеживать с помощью своей электронной почты. Когда мне пришел ответ? На этот вопрос. То есть я вижу онлайн, когда решается, как моя проблема, history. И дальше вижу, какие мамы другие обратились. Дальше со мной связывались для съемок на телевидении. То есть внутренний пиар тоже существует? Нет, было к этому вопросу про декретные выплаты. Сразу было такой... Ну, как решать? Интерес. Да, и вот сегодня мы у вас. Интересно, как вообще-то... Валификация вас устраивает? Отношения вас устраивают? Да. И вы видите продвижение? Вижу. Очень надеюсь на успех. До конца. Да, Светлана, ну а вы как? Как вы вышли вообще на сердитого гражданина? Я только сегодня об этом узнаю. А, вы только сегодня? Да, я буквально недавно мне подруга скинула сайт, онлайн-инспекция. Ну, вы активный пользователь. Да, я считаю, что да, потому что... Ну, конечно, я там обрисовала свою проблему, потому что, действительно, когда вот уже не знаешь, куда идти, уже хочется кому-то настолько пожаловаться, и уже хочется вот просто выплеснуть свою обиду, потому что почему, да, вот не выплачивают? Вроде бы обязаны. Психологи, кстати, Александр, у вас работают? Уже пора. Мамам иногда нужен психолог. Очень нужен, да. Я иногда смотрю на своих юристов и думаю, кто же они по профессии? Юрист, модератор, психолог, социолог, политолог. Вот иногда просто я не понимаю. А иногда просто свободные уши. Да, да. Они тоже нужны. А вы знаете, очень часто, когда позвонит просто бабушка, которой просто нужно высказаться и выплакаться, она говорит спасибо и кладет трубку, и больше ей ничего не надо. Я думаю, что это не последняя проблема. Проблем-то в нашей стране очень много, не только с декретными опытами, но и с другими, которые вы будете поднимать наверняка. В ближайшее время что будете поднимать? Какая тема месяца будет у вас? Пока не буду раскрывать секрет, потому что у нас там стоит в пуле несколько на выбор, и мы хотим посмотреть, что будет наиболее резонанс. Мы тогда благодарим вас, ждем от вас новых поступлений, и приходите в студию. Спасибо за то, что были в программе. Спасибо. Спасибо. До свидания.